Здравствуйте! Меня зовут Лилия Сапорина, и сегодня я бы хотела поделиться своим опытом разработки системы автоматизированного тестирования с нуля. В отличие от моих уважаемых коллег на этой конференции, у меня не так много опыта. Два года я проработала в крупной российской биллинговой компании, насчитывающей более тысячи человек. В компании были развиты процессы автоматизации, и моей задачей было внедрение системы автоматизации для пользовательских веб-интерфейсов, а также поддержка и усовершенствование текущих процессов CI. Последние шесть месяцев я работаю в компании Allol. Наш штат разработчиков насчитывает порядка 70 человек, при этом мы имеем активно развивающееся многофункциональное приложение для управления картами лояльности. Когда я пришла в компанию, роли инженера по автоматизации там вовсе не существовало, все тестирование производилось вручную, и, конечно, в порывах чувств не очень хотелось внедрить там все, что мы так активно практиковали на предыдущем месте работы. Но очень скоро я поняла, что многие практики там совсем не проходят. В голове случился полный резонанс, а впоследствии вывод — не бывает ничего универсального. Не существует какого-то единственного алгоритма, при помощи которого можно достигнуть результата и внедрения автоматизации. Есть лишь некоторые подходы, следуя которым, можно выбрать правильное направление для развития и, собственно, достижение нужного результата. В данном докладе я бы хотела рассказать о своем опыте, о тех проблемах, с которыми мне пришлось столкнуться, и о методах их решения. Ну и также рассказать о тех практиках, которые помогут ускорить этот процесс и быстрее начать получать положительные результаты. Первое отличие, с которым пришлось столкнуться, — это осознание своей роли. В прошлом, когда я работала в компании с поставленными процессами, в глазах разработчиков я представлялась скорее как какой-то злобный монстр, который все время мешает им заливать их код в продакшн, критически оценивает их работу. И моей задачей было нахождение как можно большего количества багов, мониторинг каких-то компонент, которые сейчас невозможно проверить вручную, и нахождение как можно большего числа багов до их попадения в продакшн. В случае же компании с непоставленными процессами, злой плеймонстр превратился скорее в какого-то доброго помощника, так как работа моя положительно сказывалась на всех участниках процесса, эти изменения были сразу же заметны, и основной задачей было уменьшение среднего количества возникающих багов на этапе разработки. Чтобы вся работа действительно принесла пользу, была запланирована следующая последовательность действий, о которых, собственно, и пойдет речь в этом докладе. Мы обсудим такие вещи, как синтаксический анализ, документацию, различные виды тестирования, юнит-тестирование, автотесты REST API, UI. Также обсудим, как должен выглядеть код автотестов, и поговорим о способах генерации и рассылке тестовых отчетов. В первую очередь, перед тем, как начать непосредственно тестировать продукт, нужно, чтобы сам код продукта был тестируемым. Я не говорю о каких-то заглушках или надстройках, я говорю о синтаксическом анализе кода. Это, как известно, еще на этапе разработки помогает избежать всевозможных глупых опечаток, которые могут привести к неверному функционированию системы. Также при хорошо разработанных правилах синтаксического анализа он делает код более универсальным. В идеальном случае код должен выглядеть так, как будто бы его написал один и тот же человек, что делает изучение новых компонентов и внедрение новых фич понятнее. Также это упрощает процесс автоматического документирования кода, о чем мы поговорим немного далее, и упрощает тестирование, так как в будущем не придется тратить свое время на исправление таких ошибок, как опечатки или копипаста. Ну, главная проблема во времени, так как у любого разработчика есть свой взгляд на те или иные синтаксические конструкции, и для анализа тех правил, которые вы хотите использовать в своем проекте, порой приходится тратить достаточно много времени. Также, если этот шаг пройден, и вы выделили определенный набор правил, то могут возникнуть проблемы с тем, что валидатор найдет массу ошибок в уже существующем коде, и неизвестно, когда вы будете заниматься их исправлением. Если в большой компании есть возможность выделить на это какие-то ресурсы, то в стартапе, в развивающемся проекте на это совершенно нет никакой возможности. Поэтому я предлагаю метод так называемого частичного внедрения. Что это значит? Для начала необходимо выделить какой-то базовый набор правил, их должно быть совсем немного, тех, которые исправляют какие-то критические моменты, которые могут привести к дефектам. Например, в большинстве языков программирования в условных операторах для сравнения используется двойное равно, а не одернарное. Или переменные должны инициализироваться. Важно, что не все IDE способны отловить такие ошибки на этапе компиляции, поэтому такие ошибки нужно пометить как критические, и код не может находиться в состоянии, когда он содержит такого рода ошибки. На их исправление не потребуется много времени, так как их совсем немного. Далее необходимо выделить оставшийся набор правил. Также не нужно тратить слишком много времени на их анализ. Пусть среди этих правил будут даже те, в которых вы не до конца уверены. Главное — пометить их статус как варнинг, то есть не критичные ошибки. Пусть код может находиться в состоянии таком, что он содержит в варнинге, но при этом вводим следующее правило. Каждый новый pull-request, затрагивающий старую функциональность или содержащий какую-то новую, не должен содержать ни варнингов, ни эроров. Если все ошибки типа варнинг полностью исправлены во всем проекте, их переводим в статус-эрор. В случае, если вы понимаете по ходу дела, что данное правило излишне, то вы его просто удаляете. Таким образом, мы не тратим много времени на анализ, мы анализируем правила динамически в процессе разработки и шаг за шагом приходим к тому, что получаем полностью валидированный код и у компании появляются свои стандарты. В качестве инструмента самый популярный валидатор – это Sonar Cube. Плюсом его является то, что он настраивается для огромного количества самых популярных языков. Минус в том, что он достаточно тяжеловесен. Для его функционирования необходимо поднимать сервер, правила меняются не очень гибко. И если в крупной компании на это возможно выделить какой-то ресурс человека, отвечающего за эту работу, время, то, конечно, да, это очень хорошо. Но в случае стартапа у нас нет выделенных ролей, все занимаются, наверное, смешанными какими-то родами деятельности, поэтому здесь необходимо было выделить такие инструменты, которые будут легче в использовании, но при этом достаточно функциональны. Для этого был выделен набор линтеров, таких как ESLint для JavaScript, PHP-Lint для PHP. Для их работы необходимо просто скачать пакет и в корень репозитория положить файл с перечисленными настройками и их статусами. Также от тестировщика необходима настройка и описание инструкций плагинов, которые позволяют при помощи нажатия комбинации клавиш исправлять большую часть синтаксических ошибок. Если для IDE не существует таких плагинов, хотя для большинства они все-таки есть, то очень просто настраиваются конфигурационные файлы, которые также позволяют исправлять самые критичные ошибки. Далее также это может показаться странным для разработчиков, но документацию коду необходимо иметь с самого начала зарождения проектов. И я не говорю о архиважной работе аналитиков, а говорю именно о умении разработчиков хорошо и качественно комментировать свой код. Потому что в случае, если в начале в стартапе небольшая команда пытается добиться лишь какой-то функциональности, удовлетворить заказчика, то все примерно понимают, что происходит в тех или иных компонентах. Люди обычно не задумываются о том, что необходимо писать документацию, но потом в случае успеха код начинает обрастать новыми фичами, какими-то возможностями, и люди рассредотачиваются на области ответственности. Новые сотрудники, приходя в компанию, получают некоторый культурный шок, потому что не могут разобраться и найти концов, кто ответственный за тот или иной компонент. Поэтому документация значительно улучшает коммуникацию в команде, также позволяет полностью использовать существующую функциональность, избавляться от дубликатов, так как мы будем знать, что такие методы уже есть, и писать их заново не нужно. И упрощает рефакторинг, и что для нас самое важное, упрощает тестирование, так как при тестировании, например, REST API методов совершенно невозможно обходиться без документации, как автоматизатору, так и ручному тестировщику. Для тестирования автоматизации UI, а также хорошо знать, что, собственно говоря, делает тот или иной метод в нашем приложении. Но, как всегда, проблема во времени. Если о документировании новых фич можно договориться, то у нас скопилось огромное количество кода недокументированного, которое неизвестно, когда у нас будут ресурсы покрывать документацией. Поэтому здесь я также предлагаю метод частичного вредрения и приоритизации. Что это значит? Необходимо выделить самые критичные места в коде, а именно те, что необходимы для большего числа людей. Например, документация на REST API методы необходима для аналитиков, для ручных тестировщиков, для автоматизаторов, ну и, собственно, для самих разработчиков. Именно эти методы необходимо документировать в первую очередь. Далее нам могут понадобиться методы для юнит-тестов и в последнюю очередь всевозможные хелперы, которые используются лишь внутри каких-то отдельных команд разработчиков. От тестировщика очень полезной практикой является добавление правил в синтаксический анализ, о котором мы говорили. Можно добавить правила, которые проверяют, что комментарии в коде находятся в определенном формате, чтобы наша документация сгенерировалась в верном формате. Также можно проверять, что определенные методы покрыты документацией и таким образом считать покрытие. Ну, это не очень сложная задача. Известно огромное количество инструментов, которые позволяют генерировать документацию из комментариев в коде. Это JS-док для JavaScript, Java-док для Java. И даже для Erlang, на котором у нас написан мессенджер, мы нашли такую же тулзу, которая называется e-doc. Данные пакеты позволяют генерировать легкие HTML-документы, содержащие информацию о методах. Но мы пошли немного дальше. В качестве инструмента для построения документации мы использовали API-док. API-док — это MPM-пакет, который позволяет также генерировать документацию из комментариев в коду, но при этом живыми примерами. Данный инструмент позволяет заменить использование таких известных инструментов, как Swagger или Postman. С ним у нас будет своя собственная локальная документация, в которой также будут описаны, какой у нас метод используется, описаны его названия, всевозможные хедеры, параметры, но при этом еще поля для ввода, варьирования хостов, варьирования параметров. Таким образом, данная доку может использоваться ручными тестировщиками. И плюсом ее является то, что генерируется она из обычных комментариев. Нам не нужно учить специальную разметку, которую мы, например, используем в Swagger. Делается все это внутри кода, а не где-то в отдельном эдитере. Ну и, кроме того, она может использоваться как для автотестов, на REST, UI-ных автотестов, в отличие от того же самого Swagger, который узко направлен только на документирование REST API. Дальше поговорим непосредственно о тестировании. Здесь тоже многие тестировщики вводят в себя заблуждение, что юнит-тесты — это прерогатива разработчиков, и нас это никоим образом не касается. Конечно, культура создавать юнит-тесты должна быть привита в каждой компании, но если ее нет, то тестировщик должен быть главным инициатором за ее внедрение, так как в первую очередь это и нам упростит жизнь. Одними из немногих плюсов является быстрое исправление ошибок до их мерзжа в основную ветку. Юнит-тесты на начальном этапе могут использоваться как документация и также упрощать процесс рефакторинга. Но проблемы, как всегда, во времени. Опять же, если на новую функциональность мы можем как-то договориться, то покрывать старую у нас времени нет. Кроме того, могут возникнуть проблемы с изучением новых фреймворков. Я не говорю о таких языках, как Java или PHP, где технологии тестирования известны даже любому разработчику, даже с минимальным уровнем программирования. Но на практике бывает, что мы встречаемся с такими языками, для которых методологии тестирования достаточно нетривиальны. В нашем случае это был Erlang. Для него существует достаточно нетривиальный фреймворк EDOC, для изучения которого также пришлось потратить достаточно много времени и самим разработчикам. Главное, что здесь стоит заметить, это то, что если в большой компании с развитыми процессами, с достаточным числом ресурсов, чем больше мы создаем юнит-тестов, тем лучше, то в случае стартапа юнит-тесты его могут просто убить. Ни в коем случае нельзя жертвовать новой функциональностью ради создания юнит-тестов. И не должно возникнуть такой ситуации, что разработчики только делают, что пишут юнит-тесты, а про новые фичи забывают. Здесь методы решения будут более радикальны, чем в случае документации синтаксического анализа, так как если документация и синтаксический анализ это лишь небольшие фичи, которые помогают нам немного улучшить качество, то юнит-тесты — это глобальный инструмент, являющийся основным стержнем для поддержки качества. Здесь также будем смотреть по приоритизации. Необходимо выделить самые критичные части кода, которые нужно мониторить постоянно. Это может быть какая-то регистрация, антификация, оплата банковскими картами и прочее. И именно их в первую очередь нужно покрыть юнит-тестами. Дальше необходимо посчитать покрытие, которое получилось у нас в результате, и поставить его как минимальную планку. Далее в течение недели или двух недель мы ставим цель на повышение этого покрытия, выделяем какое-то время, тут без времени не получится, и пытаемся достигнуть новые планки. От тестировщика требуется все по максимуму сделать так, чтобы разработчику осталось лишь писать тесты, так как для него это единственная задача из QA, наверное, самая сложная, которую он должен научиться делать. Поэтому мы настраиваем удаленную инфраструктуру для запуска тестов, всевозможные генераторы отчетов и даже инструкции, первые примеры тоже хорошо бы написать самому автоматизатору. Хорошей практикой также является выдача задач для новых сотрудников. Прежде чем бросать его в продакшн, в какие-то практические задачи, можно дать ему какой-то участок кода, с которым он будет в дальнейшем работать, и попросить его покрыть его юнит-тестами. Это как его познакомит со структурой нашего кода, так и увеличит покрытие. В качестве инструментов для фронта, написанного на AngularJS, мы использовали связку Jasmine и PhantomJS. Для PHP, это backend, мы использовали PHPUnit, и для Erlang уже упомянутый и юнит. В случае автотестов на REST API все противоположно. Их много не бывает, и в идеальном случае мы должны стремиться к воображаемому стопроцентному покрытию, то есть проверять все возможные сценарии, как разовые проверки каких-то отдельных методов, так и use case, то есть цельно-использовательские сценарии. Здесь одними из немногих плюсов является постоянный мониторинг функционирования системы. Мы проверяем, что она у нас работает сразу же после диплоя на какой-то тестовый стенд. Быстрое исправление ошибок, легкое детектирование их причин и виновников. Большим плюсом является поиск уязвимостей, так как часто за счет рандомного генерации данных машина способна сгенерировать пример, который ручной тестировщик предусмотреть не мог. Это хорошо работает на всяких типизированных полях, на масках вода, на таких вещах. Главные проблемы, с которыми здесь можно столкнуться, это неверная тестовая инфраструктура, не должно возникнуть ситуации, когда мы пишем тесты ради самих тестов. То есть тестовые отчеты должны показывать на проблемы в коде, ни в коем случае не на проблемы в коде автотестов. Также в качестве проблемы может встретиться неинформативность отчетов. Если разработчик получает совершенно неясный, невнятный отчет, не понимает, что там произошло, он идет, естественно, к тестировщику, который этот тест писал. Он писал его пару месяцев назад, сам забыл, что там понаписал, свой отчет не понимает. И что ему приходится делать? Вручную прогонять этот тест, пытаться разобраться, в чем причина. И здесь, конечно, автоматизация начинает хромать, потому что мы переходим непосредственно к ручному тестированию. Поэтому здесь могут возникнуть недопонимания с разработчиком, и этих ситуаций нужно избегать. В идеальном случае у нас должна проходить коммуникация следующим образом. Разработчик получает отчет, видит, что там произошла какая-то ошибка, пытается ее проанализировать. Если ему там что-то непонятно, то он обращается к документации на автотесты. Там подробнее описано то, что тестировщик ожидает получить. Ну и в случае, если уже там он ничего не понял, то он идет к тестировщику уже в самый крайний момент. Для решения проблем с инфраструктурой необходимо провести тщательный инструментальный анализ. Нужно изучить все возможные инструменты, которые мы можем использовать для тестирования, посмотреть, насколько просто они расширяются, с какими инструментами они интегрируются, интегрируются ли они с теми инструментами, которые мы уже используем. Особенно важно посмотреть, какие есть возможности для составления отчетов или документации, потому что часто необходимо это все расширять под наш проект. Также тесты должны быть максимально параметризированы. В идеальном случае все данные берем из базы либо из подготовленных mock-файлов. И хорошей практикой является схожесть языков программирования, то есть по возможности сделать так, чтобы код продукта и наши тесты были написаны на схожих по своей структуре языках, чтобы у нас было еще лучшее взаимопонимание с разработчиками. Для тестирования РСТа была выбрана стандартная связка Java и G-Unit. Несмотря на то, что у нас тесты написаны на PHP, оба этих языка объектно-ориентированы, и поэтому особых недопониманий у нас не возникло. Для составления отчетов мы использовали Allure. Allure также написан на Java. Он достаточно просто расширяется. Были написаны ряд расширений, для добавления информации о отправленном телезапросе, о том, что мы получаем в ответ, всевозможные ссылки на документацию. Все это залито в основной репозиторий. И для документирования снова использовался уже упомянутый API-Doc. В случае тестирования UI это, наверное, один из самых обсуждаемых и нетривиальных вопросов. Конечно, при верно организованной структуре тестов мы получаем постоянный мониторинг функционирования системы, нахождение снова непредсказуемых ошибок за счет рандомной генерации данных, пачку смоук-тестов, которые мы можем гонять перед релизами или в течение спринта. Но в случае стартапа все становится не так безоблачно. В своем предыдущем проекте лишь через полгода удалось добиться какого-то результата, несмотря на то, что там работа велась со стабильным приложением, у которого был десятилетиями устоявшийся интерфейс, редко меняющаяся функциональность. Несмотря на это, при неверно разработанных методах по доступу к элементам, ожиданию элементов, после любого обновления драйвера, браузера, изменения функциональности или дизайна наши тесты могут упасть с какими-то страшными непонятными ошибками. Ну, а в случае стартапа мы имеем постоянно меняющуюся функциональность, постоянно меняющийся дизайн и вообще не уверены в завтрашнем дне. Поэтому, а кроме того, еще и сами тесты гоняются достаточно долго. И здесь можно задать резонный вопрос, вообще нужно ли использовать UI-ные тесты в стартапах или стоит о них забыть? Ну, ответ на самом деле, что, конечно, нужно, потому что у любого приложения есть какой-то базовый костяк, какая-то базовая функциональность, которая не меняется, которая у нас такая, три кита. В первую очередь необходимо эту функциональность выделить и покрыть ее простыми, короткими тестами, которые у нас будут гоняться после каждого диплоя. А дальше на каждый спринт или на какой-то промежуток времени необходимо выделять какую-то функциональность, которая может быть затронута в течение этого спринта и покрывать ее какими-то базовыми смоук-тестами. Также реализация этих тестов не должна занимать много времени, так, чтобы в случае, если у нас кардинально поменяется что-то в приложении, нам было не жалко взять их и выкинуть. И даже не вспоминать о том, что мы их делали. Времени на их реализацию мы потратили немного, но при этом пользу они нам могут привести. Также важный момент, что анализом тестовых отчетов, в отличие от тестов на REST API, здесь лучше, чтобы это делала команда тестировщиков, так как, как уже было сказано, здесь могут возникнуть всякие непредсказуемые вещи, на которые разработчику лучше свое время не тратить. Тестированием веб-интерфейсов я занималась порядка двух лет. Здесь, к сожалению, не удастся вдаваться в подробности. Основным правилом, которое я для себя выбираю, это отсутствие зоопарка технологий, то есть все инструменты должны быть максимально схожи. Инструмент у нас написан на AngularJS, соответственно, фреймворк для тестирования был выбран также написанный на JavaScript. Это протрактор в связке с Jasmine, так как Jasmine у нас используется для юнит-тестирования, и коммуникация с разработчиками кристально чистая, они могли что-то дополнять, с чем-то помогать. Для построения отчетов также использовался Allure, о котором уже было сказано, опидок, и использовался самописный плагин, который интегрировал результаты автотеста в TestRail. Все ссылки на этот самописный плагин, он лежит в open source, это open source, мы его уже давно залили, вы можете увидеть в конце слайда, я оставила все ссылки, и также доклад про то, как был расширен протрактор, расширен Allure, тоже приложено в ссылках. Конечно, все перечисленные практики очень хорошо перекладываются на код разработчиков, но очень часто сами тестировщики забывают о том, что их код должен подвергаться ничуть не меньшим проверкам, чем код разработчиков. Нам также может понадобиться исправление каких-то ошибок, рефакторинг, возможно, мы работаем в команде, поэтому нам нужно код-ревью. Соответственно, все перечисленные практики должны быть максимально внедрены в наш репозиторий, несмотря на то, что он не идет в продакшн, и в идеальном случае код автотестов должен показывать хороший пример для разработчиков. Поэтому у нас используется синтаксический анализ, документация, причем документация двух видов, как внутренняя для самих разработчиков автотестов, так и внешняя для тех людей, которые будут изучать ожидаемые результаты, которые мы хотим получить. Кроме того, в нашем репозитории даже использовался спейлинг, который проверял то, что у нас нет каких-то синтаксических ошибок в комментариях. Ну и напоследок поговорим о отчетах. Это самый важный момент, который используется в каждом из шагов. При верно построенной структуре отчетов мы имеем улучшенную коммуникацию между разработчиками и тестировщиками, быстрое исправление ошибок, детектирование причин. Ну и для аналитиков это может быть ресурсом для получения ценной статистической информации. Ну и здесь может возникнуть несколько проблем. Первая из которых — это разнообразие инструментов. Конечно, для человека, который разрабатывает эти отчеты, все может быть понятно, кристально чисто. Но представим ситуацию, что разработчик получает пачку отчетов. Каждый из них имеет свой интерфейс, свою структуру. С каждым из отчетов ему нужно провести какую-то аналитическую деятельность, определить, в чем причина ошибки. И здесь могут возникнуть как временные задержки, так и некоторые конфузы со стороны разработчика, которому будет достаточно сложно запоминать это, сложно все время воспроизводить и переключаться на какой-то новый лад. Но это еще куда не шло. Если у нас неинформативная нотификация, то есть разработчику приходит пачка ни о чем не говорящих ссылок, каждую из которых ему нужно открыть, провести аналитическую работу, а потом понять, что причина была не в нем или ошибка вообще не произошла, то он просто зря потратит время. Поэтому таких ситуаций нужно избегать, и лишних каких-то затрат времени на анализ быть не должно. Поэтому все инструменты, которые мы используем, должны быть максимально схожи по своей структуре. В идеальном случае, когда вы думаете о том, при помощи чего вы будете генерировать отчеты для тестов на REST API, нужно подумать, а подойдут ли они для UI-ных тестов. Даже если вы понимаете, что для того или иного шага лучше инструмента не найти, то можно попробовать как-то доработать его, расширить и сделать максимально похожим на то, что вы уже используете. Именно поэтому мы в наших шагах использовали Allure, где нужно его дописывали, но не экспериментировали с чем-то другим. Для решения проблемы с нотификацией мы использовали добавление краткого резюме о прохождении тестов. Недостаточно писать, что тесты пройдены или провалены. Хорошо бы добавить, сколько тестов конкретно провалено, так как бывают какие-то фиксированные баги, которые по каким-то причинам мы исправить не можем. И если разработчик видит, что его изменения больше никаких ошибок не повлекли, то ему нет нужды заходить в отчет и что-то там анализировать. Важно добавить время прогона, так как часто из-за каких-то серверных ошибок у нас происходит задержка в выполнении тестов. И также если разработчик видит, что слишком долго выполнялись эти тесты, значит причина не в нем и может быть анализ также будет излишен. Ну и конечно же инициатор запуска тестов, так как это позволяет разграничить область ответственности. Важно изолировать тестовые отчеты и систему непрерывной интеграции. Ни в коем случае не должно быть так, что разработчик для того, чтобы понять, в чем причина ошибки, должен лезть в Jenkins или в TeamCity. Вся информация, все логи должны находиться непосредственно внутри отчета и нигде больше. И также хорошей практикой было разделение отчетов на роли. То есть у нас для тестировщиков, для разработчиков были свои отчеты, для аналитиков свои, так как очень часто, точнее все время, разработчику не важно, например, какое у нас количество прироста тестов или какие-то графики, в том числе и аналитику совершенно неинтересно, по каким причинам была ошибка, какой-то конкретный лог. Всю эту информацию мы чистим и рассылаем в конкретное время, в конкретные команды разные отчеты. Это, видимо, старая версия слайдов. В целом, это как построена у нас структура. Тут ничего сложного. Самые базовые проверки, которые мы могли сделать, то есть после pull-request автоматически запускаются синтаксический анализ, юнит-тестирование, документация. В случае провала pull-request заворачивается, и нам нужно его исправлять до идеала. В случае успешного происходит deploy на стенд и запускаются автотесты, и также генерируется документация. Какие у нас результаты? Результатами мы на самом деле гордимся, потому что еще 4 месяца назад ничего у нас не было. Удалось настроить билды в Jenkins'е для запуска юнит-тестов, автотестов, для генерации документации, сделать систему код-ревью, нотификации, построение отчетов, их рассылки. Основной канал связи у нас с Telegram. Помимо этого, на таблице вы видите процентное покрытие валидированным кодом, юнит-тестами, количество автотестов на REST, UI-ных автотестов. И также на базе REST-овых тестов удалось написать приличную пачку нагрузочных тестов для G-meter. Это уже немножко другая история. Ну и напоследок хочу сказать, что на нас, коллеги, с вами большая ответственность, так как мы постоянно пытаемся упростить разработчикам жизнь, при этом усложняя ее себе. Конечно, хочется внедрить все и сразу, но, к сожалению, все не так просто. И последовательное применение практик, анализ того, как они, собственно, влияют на нашу систему, вот, наверное, лучший способ для достижения результата. Ну и главное, внимание, наверное, мелочам. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.